Хочу вам рассказать, как я делаю чинахи из баранины в горшочках в домашних условиях. Конечно, рецепты этого блюда могут отличаться, но у меня всегда получается вкусно, поэтому советую попробовать. Конечно же, мой рецепт не претендует на звание классического рецепта чинахов из баранины в горшочках. Я даже в этом уверена, ведь это национальное блюдо. А все национальные блюда имеют какой-нибудь секрет. И конечно же, этим самым секретным ингредиентом делится очень неохотно и редко. Поэтому я буду только рада, если вы поделитесь со мной своими способами готовки оригинального блюда. А я же предлагаю пока что узнать, как сделать чинахи из баранины в горшочках в, так скажем, адаптированной версии. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Мясо режем кубиками и помещаем на дно горшочков. Можно капнуть немного масла, солим и перчим, как полагается. 2. Наверх выкладываем картошку и баклажаны. Оба ингредиента очищаем от шкурки и режем кубиками. Тоже немного солим. 3. Теперь выкладываем морковку, соломку и всяческие специи. Советую хмелисуни или смесь перцев. 4. Томаты ошпариваем. Снимаем шкурку и измельчаем в пюре. Выкладываем понемногу в каждый горшочек. Сверху давленый чеснок. Закрываем крышками и отправим в раскаленную до 200 градусов духовку на 1,5-2 часа. Вкусняшки подписавшимся. 5. Чинахи из баранины в горшочках готовы. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот что нам понадобится. Баранина 600 грамм. Картофель 2-3 штук. Баклажаны 2 штуки или один большой. Лук 2 штуки. Морковь 1 штука. Томаты 2 штуки. Чеснок 6 зубчиков. Специи по вкусу. Количество порций 6. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете или просто лайкните. Следите за новыми видео на канале и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!